Привет, друзья! Сегодня я хотела бы с вами немножко пофилософствовать и поговорить на тему, чему же меня научила жизнь в Испании. Жизнь в Испании меня прежде всего научила наслаждаться жизнью. Это, в принципе, один из главных девизов жизни испанцев, да, дисфрутар, наслаждайся. Я очень быстро приняла эту позицию. Это тоже стало достаточно быстрым моим жизненным лозунгом. В принципе, это было то, зачем я и решилась на эмиграцию. Дело в том, что у меня на родине не было никаких финансовых проблем. У меня была прекрасная карьера, свой огромный дом с большим садом, две машины. В общем, вся вот эта шелуха, которая в России считается показателем счастья. Но в том-то и дело, что разница между русским менталитетом и испанским менталитетом прежде всего отталкивается от жизненных позиций. В России живут, чтобы работать, а в Испании работают, чтобы жить. Вот когда глубоко понимаешь вот это, и тебе, во-первых, намного становится легче. Вы легче понимаете испанцев со всеми этими их маньянами. Ну, если честно, я с этим даже как-то никогда, с этой знаменитой маньяной не встречалась. Как-то вот Бог миловал за 10 лет в Испании. Может, потому что я нормально воспринимаю окружающую меня действительность и, в принципе, испанцев. Итак, наслаждаться жизнью. Что это такое? Ну, вот в каждой мелочи научиться получать удовольствие. Проснулись утром, выглянули в окно, увидели красивую картинку. Это ведь счастье? Конечно, счастье. А возможность провести утро так, как ты хочешь. Ну, вот даже до того, что сейчас в Испании закрыли у нас бары, рестораны, они работают только на вынос. И лишили, так скажем, вот этой маленькой частички утреннего счастья практически каждого испанца. Ну, окей, я сегодня с собой взяла бутерброды и утро провожу на пляже. И это будет кусочек моего утреннего счастья. Вот сейчас с вами поболтаю, несмотря на то, что на дворе ноябрь, я все равно пойду сейчас прогуляюсь по пляжу, перекушу свои бутербродики, обязательно искупаюсь. Середина ноября, у нас еще температура воды порядка 17 градусов, поэтому бодрячок, но классно. Чему еще меня научила жизнь в Испании? Жизнь в Испании меня еще научила много путешествовать. Дело в том, что испанцы не любят, когда у них там выходной или каникулы, сидеть дома. Любой выходной, праздничный день, любой свободный день они стараются использовать для путешествия. И не обязательно это путешествие должно быть за три моря. Кстати, испанцы не очень любят путешествовать в дальние страны. Они даже по самой Испании поедут путешествовать только тогда, когда они изучат свою провинцию, свой регион. Я встречалась с такими случаями, когда местные тут говорили, «Да зачем я поеду в Севилю, если я еще в нашей провинции ту или иную деревню не видел?» То есть вот выходной день они просыпаются, садятся на машины, общественный транспорт, и едут в какие-либо красивые деревни, близлежащие города, в лес, на природу, на море, на реку. И слава богу, в Испании таких мест просто нереальное количество, поэтому здесь можно всю жизнь по выходным путешествовать, да, и находить новые места. Ну, кроме того, у нас также близко вся Европа, и иногда даже полет, перелет в другую страну туда и обратно может вам обойтись намного дешевле, чем перелет по территории Испании. Хотя, если смотреть и искать подходящие предложения, то и по Испании полетать тоже можно достаточно дешево. Я помню, когда только приехала, первое мое путешествие, далекое по Испании, это было в Севилью, из Сантандера в Севилью, это примерно 800 километров, достаточно далеко, да, перелет туда и обратно был 16 евро. Ну, замечательно, почему бы и не воспользоваться. Вот, то же самое по Европе. Вот, недавно я летала в Швецию, и самолет стоил туда-обратно 30 евро. Да, замечательно, просто даже вырваться на выходные. Я ездила на две недели, ну, вот мои, как это называется, сватья, да, то есть теща моего сына, они прилетали буквально там на 3-4 дня, в пятницу прилетели, в понедельник утром улетели, потому что там был один там праздничный день, потому что перелет, ну, он стоит копейки, почему бы не приехать и не проведать своих детей, которые там надолго уехали в другую страну. Вот, кроме того, я здесь, в стране Басков, сейчас живу практически на самой границе с Францией. Ну, вот один из таких случаев была у подруги в гостях, просыпаемся и кричим друг к другу перекличка из одной спальни в другую. Чем сегодня будем заниматься? Да поехали во Францию, йогурты купим, там йогурты вкуснее, чем здесь в Испании. Окей, поехали, все, день сформировался, да, ну вот замечательно, поехали в соседнюю страну за йогуртами. Ну, почему бы и нет? Вот, то же самое касается всех остальных стран, то есть по Европе путешествовать из Испании, как, в принципе, и живя в любой европейской стране, вообще нет никаких проблем, и эти путешествия, они могут быть разной у вас ценовой категории, вот самые дешевые, и если вы хотите там путешествовать вип-классом, вообще никаких проблем. Всегда много интересных предложений. То же самое, как бы, и аэропорт Мадрид, если мы рассмотрим, то из него вообще полеты есть по всему миру. Иже живя в Испании, я практически всю Южную Америку объездила, благо теперь у меня испанский на более высоком уровне, чем когда я из России путешествовала в Латинскую Америку, в Соединенные Штаты несколько раз летала и так далее. То есть путешествия, они вообще стали, как бы, смыслом моей жизни и частью моей работы, да, ну, в принципе, это моя работа. И здесь, как бы, хотелось сказать о другом, это как раз по работе. Я уже в начале видео упомянула, что у меня, в принципе, с работой в России было все в порядке, у меня была шикарная карьера, о которой, наверное, многие только могут мечтать. Вот, и переезд во Францию, наверное, оговорка по Фрейду. И переезд в Испанию у меня, вообще, я его воспринимала как некий такой выход на пенсию, если так можно сказать, да, потому что эмигрировала я после 40, и в Испанию ехала для того, чтобы уже не пахать здесь, как Папа Карло, как это было в России, для того, чтобы просто наслаждаться жизнью. И, в принципе, у меня это получилось, потому что я свое увлечение могла превратить в свою работу. И Испания мне дала вот этот самый ресурс, когда без особого труда ты можешь здесь заниматься тем, чем ты хочешь, когда ты можешь свое хобби превратить в свою работу. Когда я сюда приехала, в принципе, у меня был билет обратно, да, то есть я купила билеты туда и обратно в Испанию, когда я приехала, и приехала для того, чтобы попутешествовать по северу Испании. Ну, в день, когда у меня был отлет обратно, я вот помахала ручкой этому самолету и сказала, что я продолжаю путешествовать. И вот это путешествие по северу Испании, в принципе, как по миру, у меня уже продолжается 10 лет безостановочно. И вот я сама путешествовала, начала вести блог о своих путешествиях. В основном сначала это был контакт, и потихоньку начала подтягивать Facebook. И, в принципе, эти две основные социальные сети помогли мне раскрутиться и найти своих первых туристов. Вот, и я начала просто работать под девизом «Путешествую сама» и приглашаю и вас в свои путешествия. И делаю работу так, да, все строю для туристов так, как это могло бы быть приятно мне. Вот это у меня основное в работе. Я стараюсь все делать так, чтобы это нравилось мне. А раз это нравится мне, то я считаю, что это и понравится туристам. Потому что выбираю меня через социальные сети, да, люди уже заочно со мной знакомы. И меня, как бы, вот, как я вижу, выбирают люди, с которыми мы на одной волне. Поэтому работать мне очень легко с туристами. Хотя на самом деле, да, работа с людьми – это такой труд нелегкий. Но, слава богу, бог мелует, и я получаю просто кайф от своей работы. Вот. И, как бы, как я уже говорила, я здесь вижу достаточно много перспектив. Если бы у меня было свободное время, я бы нашла здесь, чем еще заняться, какой еще бизнес открыть. Потому что открыть свой бизнес в Испании – это, в принципе, легко. И самое главное, что от души я плачу налоги, потому что я вижу, на что их здесь тратят. И мне не жалко их платить. Чему еще меня научила жизнь в Испании? Жизнь в Испании меня еще научила заботиться о себе, заботиться о своем здоровье. Потому что в Испании, несмотря на то, что здесь прекрасная медицина, но здесь нет превентивной медицины, да, заботиться о своем здоровье вы должны сами. Поддерживать имеется в виду здоровье. Ну, а уже, конечно, если заболели сильно, тогда можно идти в больницу, обращаться в поликлинику, если у вас какие-то проблемы. А вот закаляться, принимать какие-то витамины, заниматься спортом – это то, в принципе, чем отличается вообще сейчас подход к жизни в Европе. Испанцы очень много посвящают времени для того, чтобы гулять, да, просто там полтора-два часа вместо сиесты вот сейчас стараются гулять по городу, там, по паркам, по берегу, смотря кто где живет, у кого есть какие возможности. И получают от этого кайф. Я тоже стала получать от этого кайф. В принципе, я и в России этим занималась, да, когда я жила в своем доме. Он был дом загородный, и я просто любила ходить по улицам своего поселка, коттеджного поселка, и заглядывать через заборы. А мне это доставляло какое-то эстетическое удовольствие. Вот, что еще? Еще жизнь в Испании меня научила по-другому относиться к еде. Для испанцев еда – это один из главных таких пунктов вот этого самого дисфрутар, наслаждаться жизнью. Для них еда – это не просто заглушить аппетит, не просто забить свой желудок, а это наслаждаться. Просыпаясь утром, они уже обсуждают, что они будут сегодня готовить, ну, или в лучшем даже случае это было обсуждено заранее, накануне. Вот, потому что еда, я еще раз повторюсь, один из главных пунктов наслаждения жизни. Вот был смешной случай такой, как-то в компании моих друзей полицейских. Это люди в основном все возраста 35-40, сидим мы в баре, там уплетаем морепродукты. И кому-то взбрело в голову задать вопрос. От чего вы больше получаете кайф? От оргазма или от еды? Испанцы. А все поголовно, ну, кроме меня, ответили, что кайф от еды для них более, как бы, такой значимый, чем кайф от оргазма. Ну, я сказала, что для меня равноценно и то, и другое. Все на меня, конечно, так посмотрели. Ооо. И ее мужику повезло. А вот, ну, это как раз тоже характеризует отношение испанцев к еде. К чему я тут еще научилась? Научилась здесь улыбаться незнакомым людям. Научилась здороваться с незнакомыми людьми, потому что без этого никак не критиковать особо других, поскольку здесь это не принято обсуждать других, ну, по крайней мере, в глаза. Да, дома можешь немножко, ну, чтоб тебя никто, желательно, не слышал. Чему я здесь еще научилась в Испании? Да просто жить. Вот поэтому и вам желаю получать кайф в жизни от любой мелочи, которая вас окружает. Всем пока-пока, а я пошла купаться.